Всем привет! Канал Веб-Рассказ. Ссылку на этот материал мне дал Константин Курс. Живой журнал Андрей Ваджера. Статья от 18 ноября 2016 года. Убить дракона. Эта статья косвенно основана на видео Анатолия Шария. Или Шария. Как правильно не знаю, но извиняюсь заранее. Почему основана на этом видео? Вы сейчас узнаете. Вчера на глаза попалось интервью Анатолия Шария. А сегодня утром подумал, что относительно некоторых его мыслей стоит высказаться. Потому что они типичны для значительного количества людей на Украине. Причем разумных и вменяемых людей. Но некоторые, тем не менее, на мой взгляд, не понимают некоторые важные вещи. Сразу скажу, мне информационная деятельность Анатолия нравится. Я редко кого-либо слушаю и смотрю, ибо неинтересно. Но его видеоролики периодически просматриваю. Наверное, потому что наши позиции чаще всего во многом полностью совпадают. Кстати, кроме Шария, еще постоянно читаю Александра Зубченко. Анатолия смотрю днем, когда появляется свободная минута. А Александра читаю перед сном, уже лежа в постели для поднятия настроения. Традиционная такая, еще со времен переворотов. Но я отвлекся. Что меня заинтересовало в интервью Шария? Одно логическое противоречие, которое касается очень важного, на мой взгляд, вопроса. Он этого противоречия не замечает. Не видит его, что называется, в упор. В интервью его спросили о том, кто будет восстанавливать Украину после падения нынешнего политического режима. Точнее, у него спросили, есть ли сейчас в стране порядочные, вменяемые люди, способные поднять страну из руин. Анатолий ответил, что есть. Но! Но при этом заметил, что на Украине существует удивительный феномен. Когда порядочные, вменяемые люди заходят во власть, они мгновенно превращаются в конченных мудаков. Я передаю содержание сказанного своими словами, но смысл именно такой. Это первый его посыл. А второй его посыл. Я украинец. Я верю, что с Украиной все будет хорошо, что независимая Украина не рухнет, что она выживет, выстоит и станет прекрасной страной. То есть, с одной стороны, у Анатолия в непрерывном движении заколдованный круг мудаков во власти, методично уничтожающих страну. А с другой, вера в светлое будущее независимой Украины. В первом случае – констатация факта. А во втором – иррациональная вера наперекор этому факту. Я понимаю, что так выглядит патриотизм Анатолия. Понимаю, что так он позиционирует свою любовь к Родине. Но что такое Родина? Что такое любовь к Родине? Родина – это государство? Да, в том числе и государство. Государство – часть Родины. А еще Родина – народ, земля, на которой этот народ обитает. И правила, по которым этот народ живет. А теперь вопрос. Что делать, если государство методично уничтожает народ и землю? Что делать, если правила, по которым народ живет, ведут этот народ прямой дорогой в могилу? Что делать, если государство уничтожает Родину? Причем уничтожает не в чьих-то больных фантазиях, как это имеет место быть с российскими либералами, а в реальной действительности? Ответ очевиден – менять государство. Окей. А что делать, если все люди, заявляющие о своем желании изменить государство, приобщаясь к этому государству, меняются сами, но не меняют государство? Что делать, когда, как сказал сам Шарий, порядочные, вменяемые люди, заходя во власть, становятся у руля государства, становясь мгновенно превращаются в подонков и конченных мудаков, которые продолжают уничтожать свою Родину? Помните старую китайскую сказку о драконе, который безжалостно мучил и угнетал подвластный ему народ? Огромное количество героев отправлялось к нему в замок, чтобы его убить и освободить людей, но никто из них не возвращался назад. Дракон был непобедим. А затем выяснилось, что дракон умирал не раз, но после этого драконами становились убившие его герои. То есть проблема была не в том, чтобы убить дракона, а в том, чтобы самому не стать драконом. Об этом, кстати, Шварц когда-то прекраснейшим образом написал в своей пьесе. Украинский дракон – это не только люди во власти. Украинский дракон – это каждый гражданин Украины. В каждом из нас живет этот дракон. И именно он раз за разом порождает подонков и мудаков во власти со всеми вытекающими из этого последствиями. Кто сказал, что во всем виновата лишь власть? Я говорил об этом не раз, но повторяю еще раз. Главная фундаментальная проблема Украины не в политике и не в экономике, а в нравственности. Все украинские беды являются производными от нравственного разложения украинских граждан. Причем массового разложения. Именно оно отупляет массы и непрерывно воспроизводит драконов. Шарий не сказал, как убить дракона, потому что он этого не знает. Он просто говорит о том, что его надо убить. Но как это сделать? Поэтому Анатолий просто продолжает любить родину и разоблачать мерзости дракона и с далекой Европы. При этом его ирония и саркан в отношении не рабов в последнее время перерастают в раздражение и злость. Я его понимаю. Помните, как в фильме Захарова яростно кричал Ланселот? «Встать! Вы же свободный человек! Да вы что? Вы что? Вы уже год как свободные люди! Вы же свободные люди! Встать! Вы, вы, рабы! Вы, вы не люди! Вы бараны стада скотов! Ну поймите же, он здесь! Я сейчас заставлю каждого это понять и убить дракона в себе! В себе! Вы это понимаете? Такое ощущение, что Анатолий пытается заставить каждого это понять. У него это не получается. И он очень злится по поводу не рабов. В отличие от Шария, о мерзостях дракона, я начал писать 10 лет назад, после первого Майдана. После того уже, уже тогда я прямо говорил о том, что дракон сожрет Украину. Сожрет без остатка, что Украина не будет. И не потому, что я не люблю Родину, а потому, что ее суть несовместима с жизнью. Кто-то меня понял. Кто-то по своей тупости меня проклял, посчитав врагом Украины. Но как бы там ни было, мой прогноз о неизбежности смерти моей Родины поэтапно сбывается. Сейчас мы видим финальную стадию ее трагической гибели. Шарий сегодня – это Ваджра 10 лет назад. Потому что 10 лет назад, точно так же, как Анатолий сейчас, я считал, что процесс гибели Украины можно остановить. Надо лишь убить дракона, а потом выстроить правильную страну. Но чем глубже я изучал Украину и ее прошлое, тем отчетливее я понимал, что смерть очередного дракона не остановит процесс гибели. Даже если драконов будут убивать ежегодно, это ни к чему не приведет. Будут просто рождаться новые драконы и с аппетитом дальше поедать Украину, что, собственно говоря, мы и наблюдаем все 25 лет незалежности. Шарий хочет, чтобы эта власть ушла. Многие этого хотят. И она уйдет. Это неизбежно. Неизбежно. А что потом? Шарий хотел, чтобы и предыдущая власть ушла. Она ушла, получив под зад сапогом. И что? Дракон умер? О да, дракон умер. Да здравствует дракон. В отличие от Анатолия, я пытался создать вакцину от дракона. Не только в информационном пространстве. Но в тех людях, которые собирались убить дракона. На определенном этапе я начинал видеть эмбрионы неродившегося дракона. Поэтому все становилось бессмысленным. Во всяком случае, лично для меня. Шарий данной проблемой особо не заморачивается. Ему нравится хлестать по щекам дракона из Европы, публично признаваться в любви к родине и верить в ее будущее наперекор тем фактам, которые он ежедневно излагает в своих видеороликах. Это, в общем-то, удобно. Ведь дракон жрет не тебя. Умирающая в судорогах и конвульсия Украина где-то там. А издалека о драконе можно рассказывать бесконечно. Но проблема в том, что эти рассказы не смогут ничего изменить. И какой выход из этого замкнутого круга драконе в перерождении? К тому же проблема в том, что о бессмертности украинского дракона свидетельствует не только 25 лет нынешней незалежности, но и все предшествовавшие ей незалежности. То, что мы сейчас наблюдаем на Украине, происходит не первый раз. Я даже в свое время по этому поводу задолго до революции гыдности написал большой текст «Тренд безысходности и предчувствие бунта». Все фрагменты незалежного существования Украины всегда порождали драконов, которые в течение какого-то времени жрали народ и страну до летального исхода государственности. Точнее, псевдогосударственности. А потом вздыхали сами, как это происходит сейчас. Что из этой закономерности вытекает? Очевидный факт. Мой народ хорошо жил лишь в промежутках между незалежным существованием той территории, которая сейчас называется Украина. Кому-то этот факт может нравиться, кому-то не нравится. Но это факт. Украина может лишь порождать драконов. Более того, Украина способна существовать лишь в качестве жратвы для драконов. Иного смысла в ее существовании нет. Именно поэтому Украину можно любить лишь на расстоянии. Из ряда диаспоры, из толпы зарабетчан и вынужденной эмиграции. Любить Украину, находясь в Украине, могут либо мазохисты, либо законченные идиоты, либо мрази, которые поедают Украину, являясь составной частью драконов. Если смотреть ролики Шария, то нетрудно понять, что он любит не ту Украину, которая существует в реальности, а ту, которая существует в его воображении. Он любит некую идеальную, умозрительную Украину, чем-то напоминающую ему Европу. Но такой Украины не существует. Никогда не существовала. И никогда не будет существовать. И Анатолий это прекрасно знает, находясь в Европе, имея возможность сравнить Европу и Украину. Он умный человек. И что мы имеем в конечном итоге? Мы имеем неразрешимую проблему, о которой можно говорить бесконечно долго, но которая от этого не становится решаемой. Что во всем этом имеет значение? Вечная бла-бла-бла-бла о проблеме или решении проблемы. Ведь каждую минуту дракон с хрустом ломает чьи-то судьбы из жизни. Разве не это самое важное? Когда-то Альберт Эйнштейн сказал, на мой взгляд, гениальную в методологическом плане мысль. Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привел вас к этой проблеме. Дракона, который сейчас пожирает мою родину, а значит прежде всего моих сограждан и единоплеменников, породила незалежно Украина. Более того, незалежная Украина неотделима от порожденного ею дракона. Это некий парадоксальный и самоубийственный симбиоз. А это означает, что пока будет существовать незалежная Украина, до тех пор будет существовать и дракон. Шария пугает сама мысль о том, что в государственном и политическом плане его родины может не быть. Но что важнее – существование украинского государства или существование людей, живущих на украинской территории. Что важнее – вся эта украинская псевдогосударственность или нормальная человеческая жизнь людей. Вам что надо – шашечки или ехать? Я повторю за Эйнштейном – вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же мышление и тот же подход, который привел вас к этой проблеме. А от себя добавлю – украинский дракон будет существовать до тех пор, пока существует незалежная Украина. Я не собираюсь кого-то в чем-то убеждать. Я просто высказываю свои мысли, которые у меня возникли после просмотра интервью Анатолия Шария. Это когда-то я пытался кого-то в чем-то убедить. Теперь я просто созерцаю надвигающуюся неизбежность. Пою, так сказать, о том, что вижу. Большинство из нас не изменило ни свое мышление, ни свой подход относительно нашей главной общей проблемы. Поэтому теперь эта проблема ломает нас, всех граждан Украины, через колено. Это неизбежно. Так устроен мир. Моя, на первый взгляд, парадоксальная мысль, как человека, родившегося и выросшего на Украине, а также человека, желающего добра своему народу, предельно проста. Разорвать кармический круг драконних перерождений и нескончаемых народных мук может лишь уход в небытие не очередного дракона, а незалежной Украины. При всем многообразии кажущегося выбора альтернативы этому нет. Проект Украина должен быть закрыт. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. Ссылку, как обычно, я дам в описании и в комментариях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok